В Заволжском районе Ярославля сегодня проверили уборку дворов. Задачу контролировать ситуацию два раза в неделю главам администрации поставил мэр Артем Молчанов. Об этом сообщали главные телевизионные новости. Крадоначальник поручил усилить контроль за очисткой межквартальных проездов и дворовых территорий. Это сфера ответственности главным образом управляющих компаний. Как справляются со снегом за Волгой, увидел Владислав Старожук. Этот рейд нужен для того, чтобы выявить нарушения в работе управляющих компаний. Например, на улице Машиностроителей 46 сейчас дворники убирают снег и нас буквально до асфальта. Я четвертый год в этом квартире живу, переехал сюда. Вот лучше нашей вот этой территории, нигде в этом районе, даже может быть в центре такого нету. Порядок, молодцы. Хоть метр снег, они всегда убирают. Хоть пять сантиметров, все, но всегда убирают. На Красноборской 19 сегодня тоже вовсю убирали снег. Жители говорят, в их дворе добросовестные дворники. Люди из соседних домов завидуют. Если честно, то на троечку с плюсом. Вот так вот. Потому что вот наш двор убирается очень хорошо. А другие дворы иногда просто не хватает дворников. Последнее время мало дворов, которые вот хорошо убраны. Так, убирается вроде все, вроде все убирается, но вот качество это хромое. В борьбе с налидью и обильными осадками все средства хороши. Тракторы с щетками, дворники с ледорубами и песко-соляная смесь. Только рабочим в уборке часто мешают брошенные на зимовку автомобили. У нас порядка 300 домов по Заволжскому району. Значит, начинаем работу в снегопады. Мы и в 6 утра выходим, дворники выходят. И во второй половине дня, чтобы снять нагрузку большую. Мы чистим сначала подвездные пути к контейнерным площадкам. Есть какая-то территория, вроде как выход из подъезда, вроде тротуар. А вот между ними, между двумя домами, есть какая-то территория, которая не убрана. Какой-то участок тротуара, он, допустим, протяженностью 5 метров, но он абсолютно не обработан, не почищен. И начинаем разбираться, а почему. Важно очень вот эту территорию закрепить за кем-либо. С этими вопросами тоже будут разбираться, чтобы поддержать чистоту. Всего в Заволжском районе 4 крупных и 10 небольших управляющих компаний. В совокупности к работе со снегом привлекают 15 единиц техники и 250 дворников. Но таких ресурсов бывает недостаточно. Особенно в снегопады, признают в управляющих компаниях. Так или иначе, но обязанности по уборке дворовых территорий никто не отменял. А наоборот, контроль усиливается. Впереди вся зима. Поэтому проверки будут продолжены. Владислав Старожук, Денис Кауров. Главные телевизионные новости.